Вот смотри, мы его разогрели и растянули ему мышцы, да, растянули вот эти вот силы. Теперь мы идем к глубинным мышцам работать. Можно использовать вот такие вот всякие приспособления, да. Они заменяют костяшки пальцев, по сути, чтобы больной у тебя не болели. Берем любым хватом, либо мы одной, проходим сюда, вот тут. Уже больнее, да? А вот думаю, как там такое нечего рублей вернуть. Можно двумя, значит, выбираем пошире, да, и ведем двумя вдоль широчайших мышц спины, вот этих вот, длинных мышц спины. Либо берем поменьше, вот, да, диаметр убираем поменьше, и можно захватить шею. Да вот я пишу, они мне отвечают, всякую логую глину. Вот. Самые такие места, спаленные у людей обычно бывают под лопаткой. Там оплачены тут во всяких объектах. Но чтобы их почувствовать, надо тебе лопатку под оплачивать. Для этого мы руку заводим за спину, а локоть опускаем. Вот, видишь, тогда лопатка максимально выступает. И здесь вот есть, на самом деле, вдоль позвоночника три ряда точек. Вот вдоль самого позвонка они идут. Они и акупунктурные, и они же являются вот часто спазмированными. Потом примерно на толщине позвоночника одного пальца, прям получается по вот гребну этой мышцы длинной, да? И на расстоянии трех пальцев. Это получается практически вдоль самой лопатки. Ну, поскольку мы отодвинули, то тут идет вот так уже чуть-чуть. Наскосок, да? Опять-таки идут этих точек. Напомню? Ладно. Вот. Их мы будем сейчас в уголку прорабатывать. Можно пальчиками. Опять же, любой постяжкой какую ты выберешь. Чтобы ей хорошо работать, я обычно такие штуки не использую, да? Я это все делаю пальцами. То есть беру палец, зажимаю его другим большим пальцем. Упор. Или вот этим вот, потому что он должен упор сделать. Для среднего пальца, видишь, он выступает. Упор идет на большой палец. Потому что сам палец все слабый. Ты себе можешь сустав повредить. Чтобы не повредить, обязательно делай упор. После этого можно давить. Хоть всем телом. Хоть там с нагрузкой, да? Второй рукой. Вот, прорабатываю их так тольненько. Так, дальше не надо идти. Пока не надо. Смотри, мы договорились, что будем работать с противоположной стороны спины, да? Вот тут мы подняли руку специально. Эта рука, если тебе упирается она в бедро, да? Можешь ее поднять выше. Если не упирается, можешь это оставить. Ты помнила? Смотри, теперь. Вот когда мы, помнишь, делали вот этот вот позвоночник? Я именно с этой стороны показываю. Мы нащупали, где у него какие-то спазмы есть. Вот у него этот спазм. Больно, да? Можешь распорядиться. Вот этот спазм. Вот спазм пощупать. Они там такие прямо есть. Прямо есть натянутые мышцы, идущие к осисти матросскому. Нащупала? Точно пощупала? Да, пришла. Здесь есть еще одни мышцы, которые идут касательно вот так вот. Они под лопаткой идут туда. Соответственно, вот тут вот есть бугорок такой. Часто, чаще все встречается. Он очень болезненный, да? Но он воспален бывает именно от позвоночника. Обычно мышцы идут вот сюда, вот отсюда. По диагонали. Также есть тоже по диагонали. Помнишь? Далее. Чтобы проработать мягко, мы продолжаем делать те же самые движения, отводя от позвоночника туда, под лопатку. Вот лопатку. Второй рукой помогаем. Либо захват делаем, либо просто придерживаем. Здесь либо лопатку придерживаем. Я обычно, знаешь, подержу лопать. Я вообще все делаю одной рукой. На крестец кладу свою руку. И просто держу лопать. Мягко. Что я вот, маме, делаю? В вот момент я перемножаю, ой, свое тело на него. Видишь? То есть у меня позвоночник опять расслабленный. И второй рукой я все это прорабатываю пальчиками. Опять же, кулачками под лопатку. Вот этим гребнем руки. И вот этим, вот этими. Ну, практически то же, что мы делаем для всей спины, да? Теперь мы делаем частно для одного локального места. То есть вот так вот мы это проводим. Но желательно перед этим согреть плечо. Все. Согреваем активно все эти страны. Давай я его дуку суда. Ну, конечно. Хабелью спину не поворачиваться. Я буду с тестами показывать. Еще раз показываю. Работаем теперь именно с нашим локальным участком. Опираемся на него. На своего пациента. Особенно если женщина, она вообще не чувствует боли, будет в крестце. Может прям всем телом надавиться. У мужчин там бывает немножко более зажато. Но не на позвоночник. Понимаешь? На крестец. Опираемся. Таким образом разгружаем свой собственный позвоночник. До того, чтобы я могу просто на него вот так вот обмякнуть. И вот эта рука у нас полная свободная. Прорабатываем, согревая всю лопаточную зону. Начиная от плеча, саму лопатку. По вот этим касательным мышцам, которые идут. Помнишь, я тебе говорил? Вот так они идут. По диагонали. Диагональные мышцы под лопаткой идут. Все вот это прогреваем. Чтобы усилить прогревание, дополнительно делаем шестеренку. Из лапа леопарда. Далее наша задача. Отводить как можно больше массу и кровь под позвоночника туда. Под лопатку. Потому что в организме есть так называемые карманы организма. Где малое кровообращение. И там начинают накапливаться всевозможные так называемые залежи всевозможных ископаемых. Соли, тяжелые металлы. Это не пищевая поваренная соль. Там разные есть соль. Шлаки всевозможные. Это, как правило, под лопатками. Вот там вот внутри. Бывают ключичные зоны. Поэтому нам это место надо как можно сильнее проработать. Смотри, видишь, у него лопатка ушла. Чтобы чуть-чуть приподнять, мы руку заводим, а локоть вниз. Чем ниже мой локоть, тем больше упирает лопатка, да? Да. Когда человек надрирован, у него настолько упирает лопатка, что тогда можно практически засунуть, ну сейчас мы не будем сильно его мучить, засунуть пол ладони практически можно туда, представляешь? Далее берешь вот эту часть, мы уже работали со всей спиной. Теперь опять же локально, вот такими круговыми движениями туда как бы загоняем массу. То же самое, можно поработать и острием локтя. Вот так вот, загоняя туда вот эту массу. Спирали видно. Желательно ввести спирали видно, разжимая вот эти сегменты снизу вверх. Он еще показывал? Да. Вот таким узором. Вот, после этого обрабатываем пальчиками, уже более локально. Вот она может делать захват, был мышцы, да? К остистному отростку. Мы ее вот так вот точечно проводим туда. Отводим как бы, отводим кровь дальше. Отводим кровь дальше, вот туда. Про вот этот бугорок я уже говорил, да? Он достаточно болезненный, такая болевая точка. Но она начинается вот отсюда. То есть надо проверить, есть ли тут зажим или нет. И даже если его нету, все равно, вот я уже изменил тактику, вещь я уже вот этим гребнем, постяшек. Отводим вибрации туда. Если дополнительно подключаюсь к душевизору, это еще лучше. Для этого не надо сильно жать, оно уже начинает действовать. Понятно? Давай продолжим с этой же лопаткой. С этой стороны подходи. Вы запомнили? То есть то, что мы делали со всей спиной, теперь те же самые упражнения, те же самые методики и те же самые наши опорные массажные поверхности наших пальцев, костяшки, мы применяем локально вокруг вот этой вот лопаточной зоны. Нет, это не так. Щекотно, да? Иногда это бывает достаточно болезненно. Но в данном случае боль она лечебная, она терапевтическая. Я всегда клиентов предупреждаю. Попробую облокотиться. Вот у тебя сейчас поясница болит. Облокачивайся на его. Нет, на крестец. Лопать положи, а эту руку просто придерживаешь. Работаем одной рукой. Не чувствую вес на крестце пока. Слабо давишь. Не бойся. Особенно если у вас сейчас нагружена поясница, то ничего страшного не будет, если вы перенесете вес своего тела и тяжесть на вот этот локоть. Так, а ты согревал ее перед этим, да? Хорошо, молодец. Теперь какими еще костяшками действиями? Вот эти. Это более тонкая часть. Ты всеми? Всем гребнем, да? Нет, одним. Одним? Покажи, где держит руку. Но я же тебе сказал, что ты так повредишь себе сустав. Если ты будешь один только пальцем, зажми руку в кулачок. Как мы это делаем? Как мы этот захват делаем? Чтобы не повредить свой собственный суставчик, да, он достаточно слабый будет. Если мы хотим каким-нибудь пальцем, например, указательным, либо вот этим большим, мы его упираем в большой свой собственный палец. Видите? Получается жесткий захват. Жесткая блокировка пальца, и тогда получается вот эта зона, кубльшок такой, постяжка, да, которая начинает нам заменять любые другие инструменты массажные. И ты и можешь конкретно прям впиваться в голевую зону своего подопечного. Вот сюда. С этой стороны еще. Ты хочешь двумя пальцами? Можно зажать и два пальца. Если вам неудобно, от него зажимайте два пальца. В большой пальцем не упирается у тебя? Точно упирается? Так, давай. Вот. Часто эти моменты бывают достаточно болезненные. Чтобы... Поэтому мы должны предупредить нашего подопечного, клиента о том, что будет больно. Обязательно предупреждаю. О том, что это боль лечебная. Я обычно говорю такую фразу, терпите, иначе не будет терапевтического эффекта. И клиент, наверное, соглашается, иногда даже с радостью. Он говорит, да, 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 давай, больно. А все равно боль бывает еще и приятная. Есть такой момент. Так что не бойся, ты ему не навредишь. Даже через боль идет лечебный эффект. Ну, кстати, именно в этом-то, собственно, и смысл. Даже не бойся, знаешь, как захотеть. Вот, да, вот так, локтем сюда, вот в сторону. И теперь своим собственным локтем. Сделай спиралевидные такие движения. Так, только... Стой. Спираль, ты видишь, как делаешь? Подожди, подожди. Ты делаешь спираль вот в эту сторону. Соответственно, на мышцы, которые сегментарно расположены вот тут, вдоль позвоночка, ты давишь вниз. Попробуй возьмите деревянный спираль вверх. Вот так вот. Да, вот в эту сторону, в эту сторону спираль делаем. Вы увидели? Александр, сними, пожалуйста, вот это место. Близко. Другой раздел службы поддержки. Я справлю. Это не камеру сюда. Ага. Сюда, слушай, сверху, сверху. Тут плохо сейчас, солнце так светит. Нет, как раз хорошо. Ярое освещение. Или закрыли шторы? Да нет, не надо. Нет, ты сверху там снимай. Снять ее? Нет, ну наклони так. Наклони, смотри, чтобы... Да просто наклони на вот эту ногу. Да она и так сверху. Вот смотри, когда мы работаем локтем, да, ты делала движения какие? Спиралевидные, вот такие, да? Мы даже их нарисуем, вроде бы белые такие следы видно, да? То есть вот эти сегменты позвоночные, да, вдоль позвоночника, мы как бы их сжимали вот туда, к низу. А у нас и так, я уже говорил, компрессионное сжатие, да? Поэтому нам надо как можно больше разжимать их, всего лишь за счет того, что мы поменяли движение спирали вот так вот, в эту сторону. Поэтому локтем ты веди тоже в эту сторону. И дальше локтем захватываешь вот эту вот мышцу и ее приподнимаешь чуть-чуть. Трепетивидные мышцы мы захватили и чуть-чуть приподняли. И последнее движение под лопатку, под лопаточку вот туда. Вот так, да, да, именно в эту сторону. Молодец. И последнее движение попробую загнать. Расслабляем, расслабляем. Да, вот туда ладонь. И отводящее движение в подмышечную впадину. Помнишь, для чего мы это делаем? Лимфоток. Да, да. Управляем. Мы сейчас разогнали тут кровь. Обменный процесс ускорился, да? И теперь вот надо лимфу отогнать туда, под лопатку. И сюда, в подключичную зону тоже. Вот. И после этого мы опускаем руку, да? И можем весь этот лимфоток просто пальчиками проходиться вдоль вот этих широчайших мышц спины, вдоль поясницы. Да, бывает надо щекотно. И вдоль подключичной впадины туда же, в... Где у нас лимфовый узлов еще находится? В паховой области. В паховой области, да. Смотри, если клиент у тебя достаточно грузный такой мужчина, да? Плотный. То прямо можно пальцы заменить. Ну, пальцы тебе просто не справятся. У него такие мышцы прямо одеревеневшие бывают. То тогда берем лапу леопарда широко, да? Пальцы сами расставили. И вот этими костяшками по вот этим мышцам туда отводим. Если мы делаем пальцами, то мы дополнительно еще прорабатываем мышцы межреберные. Вот так же идут ребра. Они вот такой дугой идут, да? И так же мы между ними проходимся, уже впиваясь не в мясо, так скажем, да? А между ребрами ты их почувствуешь. И вот таким немножко вибрационной такой вот техникой туда вот вводим. Удобно делать двумя пальцами. Если мы одной рукой вот так сделали, то ее подключаем в обратную сторону. То есть между друг другом пальцы проходят. Видишь? Видишь? Угу. Вот, попробуй так сделать. Убираем межреберную неврологию таким способом. Угу. Так, умница. Умница, отлично. Давайте теперь перейдем на эту половинку. Запомнила, да, что мы делали? Угу. 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 Продолжение следует...